приветствую всех сегодня будет необычный ролик мне несколько человек прислали ссылки на канал александра торна я не смог естественно как и все остальные посмотреть в чем там дело что за ролики были удалены потому что открывая я вижу только это как и большинство наверное пользователей сам я не являлся подписчиком этого канала за каналом не наблюдал никогда мне сбросили ролик он сейчас идет фоном на моем видео ничего такого особенного я там не увидел обычный юмористический ролик да немного как бы о политике но в такой своеобразной манере якобы вот этот ролик убрали если это так то напишите в комментариях что да об этом ролике речь потому что я совсем не в теме какой конкретно ролик убирали и потом якобы торн обратился к пользователям youtube для создания резонанса как он объяснил об этой истории что ролики просто удаляют при этом нет никаких страйков и так далее вот если все так как я сейчас рассказал потому что я еще раз говорю я не наблюдал за этой истории может быть какие-то нюансы или какая-то последовательность не соответствует что я хочу сказать александру турну но друг мой это еще только цветочки если у тебя удаляют ролики конечно тяжело осознавать когда ты долгое время тратишь на не знаю костюмы освещение пишешь сценарий снимаешь все это наверняка не с первого дубля а потом просто ничего не заявляя youtube удаляет твой ролик я понимаю что это печально но жди что следующим шагом на твоем канале будет просто отключение монетизации ну вот у меня сейчас 166 тысяч подписчиков я приблизительно три года нахожусь здесь и хочу сказать что за это время у меня удаляли десятки роликов поэтому меня как бы эта новость совершенно не удивляет конечно я трачу на свои ролики наверное меньше времени хотя как с какой стороны посмотреть некоторые ролики на их обработку собрание материала и так далее уходит день и два и даже больше все блогеры приблизительно знают как это работает если ты хочешь на самом деле что-то толковое создать то этому нужно посвятить очень много времени насколько я слышал например мне опять же написали в комментариях что например такой канал как юлия латынина которая тоже кстати давно не смотрю был лишен монетизации очередной канал пострадал ну вот давайте я приведу себя в пример и расскажу на своем примере как безапелляционно и нагло поступают youtube в отношении блогеров кто работает на этой площадке в июне месяце у меня сняли монетизацию опять же по какой причине сняли монетизацию конечно же не сообщают вот это первое что делает youtube они пишут тебе автоматическое письмо ну такое знаете отмазку своего рода где точно ничего не сказано за какой конкретно ролик за какое конкретно действо сиди ломай голову ну обычно все предполагают да наверное после последнего ролика который я сделал хотя это все не соответствует реальности я предполагал что тогда меня монетизацию сняли именно за историю с вадимом харченко но как оказалось в тот же день сняли монетизацию и якобы с другого канала движения а как которым я тоже упоминал в ролике и вот теперь я сижу и гадаю сняли ли монетизацию захарченко сняли ли монетизацию за то что я упомянул в не очень красивом свете о канале движения все это не важно факт вот в чем тебя наказывают снимают монетизацию но заявить о том что ты недоволен ты получаешь право только через месяц в тот момент когда они на тебя за что-то там разозрились но вот в июне у меня сняли монетизацию я должен был ждать ровно 30 дней для того чтобы в июле 21 числа через 30 дней у меня появилось право обжаловать это их решение вот это само по себе возмущает не меньше мало того что тебя лишили денег ты еще должен месяц ждать прежде чем они тебе дадут право открыть рот и если бы апелляции рассматривались моментально то нет проблем можно было бы подождать ничего подобного ты просто ждешь месяц того чтобы нажать на какую-то кнопочку а затем можешь еще три пять восемь месяцев ждать пока они твою апелляцию заметят вот это не чистоплотная работа youtube в отношении блогеров я уже не говорю о том что они по факту применяют свои санкции ко всем подряд ну вот если удалили этот ролик спрашивается за что его удалили что-то детская порнография может быть призывы к терроризму может быть там продажи каких-то наркотических средств может быть там поднимается антисемитская или расистская тема нет ничего этого нет ролик удаляют по непонятной причине ничего при этом не объясняю и так 21 июля я получил право подать апелляцию а теперь все выглядит вот таким образом ну вот открываем канал смотрим никаких страйков как видите канал чисто и все замечательно чего не хватает только монетизация не включена открываем и смотрим сразу что нам замечательный youtube сообщает ближайшие несколько дней общее количество подписчиков на вашем канале может уменьшиться дело в том что мы будем удалять из подписок спам и закрытые аккаунты замечательно великолепно блогеры не могут никак регулировать кто подписывается какие закрытые аккаунты какие открытые спамят ли люди то есть пожалуйста ты никак на это влиять не можешь но тебя предупреждают опять же насколько они будут удалять закрытые каналы или вообще просто сократят число твоих подписчиков в этом месте поставим большой вопрос ибо разобраться мы в этом все равно никогда не сможем вот вот это непрозрачность youtube ну а дальше считаем что касается монетизации ваша заявка на монетизацию находится на рассмотрении напомню на рассмотрение она находится уже больше трех месяцев связанный аккаунт adsense все замечательно монетизация настроена 166 тысяч подписчиков 2 миллиона с лишним просмотров за последние 12 месяцев необходимо набрать всего 4000 просмотров у меня два с половиной миллиона ну и все больше ничего вы набрали 4000 просмотров за последние 12 месяцев и достигли рубежа в тысячи подписчиков то есть это автоматическое письмо которое присылается всем теперь мы проверим ваш канал на соответствие условиям партнерской программы youtube и принципам сообщества вот эти принципы сообщества ты нарушаешь всегда априори чтобы ты не делал обычно проверка занимает не больше месяца мы сообщим вам ее результаты по электронной почте и вот это письмо я наблюдаю уже три с лишним месяца они требуют от нас чтобы мы безоговорочно выполняли их правила раз мы здесь находимся но они как работодатели ни хрена не выполняют ни своих обещаний ни своих собственных условий и вот это я больше чем уверен получает в большинство и вот так ты можешь сидеть и бесконечно ждать когда там до тебя дойдет очередь или вообще никогда ты просто можешь спокойно работать на этом ресурсе бесплатно и так в общей сложности например мой канал уже ровно 4 месяца находится под санкциями без монетизации что это значит ты имеешь право продолжать дальше работать ты можешь и дальше радовать зрителей ты можешь дальше собирать просмотры только это все не имеет никакого значения потому что не важно сколько у тебя на канале роликов сколько пришло посмотреть твое видео 10 человек 10 тысяч человек ты все равно за это ничего не получаешь работой вася бесплатно делай ты что хочешь работы на нас насыщая этот ресурс а если даже у кого-то и включена монетизация то оплата это не просто маленькая она мизерная абсолютно мизерная при том что они получают на рекламе колоссальные деньги и так дружище торн что я тебе хочу сказать впереди у тебя скорее всего отключение от монетизации поэтому можешь не оплакивать свой ролик 1 2 или 3 потом будет совершенно неважно сколько у тебя там роликов сколько при этом удалили потому что сколько бы не было подписчиков и сколько бы не было просмотров ты с этого ничего иметь не будешь один человек мне написал но пытался помочь мне разобраться в ситуации написал о том что проблема твоем канале заключается в том что не показываешь свое лицо а иногда зачитываешь чьи-то статьи а в чем проблема например с такой как юлия латынина она писатель заинтересована в популярности она уж точно свое лицо вну всегда всегда показывает и никогда ничего не зачитывает она полностью предоставляет свой собственный материал и если правда что с ее канала тоже отключили монетизацию то я спрашиваю так где критерии по каким критериям оценивает youtube работу того или иного блогера они все время предлагают нам ознакомиться с правилами сообщества ты можешь ознакомливаться с ними до купения да только ничего это не меняет ты можешь не материться ты можешь абсолютно не задевать детскую тему я например перестал говорить о такой теме как бездомные животные потому что не дай бог ты покажешь может быть мертвое животное на дороге о боже тебя обязательно оштрафуют и кинут на твой канал strike ты используешь музыку которую вроде бы youtube разрешает и если в этом месяце эта музыка разрешена это не значит что через два месяца ее вдруг запретят вот у меня полно роликов которые раньше спокойно легко проходили по системе youtube без авторского права а сейчас мне присылают письма что я нарушил очередное правило использую чью-то музыку одним словом все эти правила сообщества беспрерывно меняются или скорее всего они используются для того чтобы всех присутствующих блогеров на youtube держать буквально в ежовых рукавицах сказать что здесь есть свобода слова ребята это просто смешно у меня такое ощущение и я уже говорил об этом год тому назад что youtube хочет превратиться ну или может быть по сути является может быть мы просто не понимаем что такое youtube это развлекательная площадка если мы посмотрим в топ youtube то там в основном либо какие-то бабы с косметикой либо какие-то чуваки с машинами с колонками все что-то рекламируют какие-то товары вот этим людям нет проблем они могут присутствовать на youtube я могу назвать десяток каналов которые просто занимаются распространением фейковых новостей есть блогеры сидит человек перед камерой и на полном серьезе заявляет что он мать земля сошедшие с неба ангел он проклинает все кто его сейчас смотрит и ничего вы знаете никаких проблем никаких страйков одним словом чем ты больше фрик тем больше у тебя шансов на youtube ты будешь чувствовать себя прекрасно только не задевай серьезные темы если ты хочешь о чем-то серьезно поговорить обязательно прикопаются не написал что-то на экране использовал чей-то видеоряд даже без звука все равно не имеешь права не написал 18 плюс тоже можешь получить какие-то предупреждения на твой канал тоннами приходят кремлеботы youtube разводит руками и говорит что они ничего не могут против этого сделать хотя они могут они могут спокойно отследить откуда это исходит это одни и те же аккаунты которые тусуются на одних и тех же каналах и против них ничего нельзя сделать вот тут youtube такой беспомощный бедный ресурс я к чему все это говорю где-то год тому назад у меня появилась надежда я делал об этом ролик что появится альтернатива youtube ну например такой канал появился как в июле по моему он имел какие-то русские там корни и мне как и многим другим показалось ну вот наконец-то наконец-то появился ресурс который возможно станет альтернативой youtube ничего ребят не получилось были проблемы с загружением видео были проблемы вообще попасть на этот ресурс одним словом по моему они просто больше не существуют меня интересует вот какой вопрос почему никто или я не знаю не может в конце концов создать какую-то альтернативу этому самому youtube он разросся до огромных просто колоссальных размеров здесь тусуются миллионы людей но почему бы не создать альтернативу я уже думал об этом может быть всем блогерам кто беспрерывно мучается от необоснованных санкций вот этих жесточайших условиях работы ну не знаю составить какую-то петицию написать письмо тому же дурова в конце концов ведь он создает какие-то интернет ресурсы ну должна быть у youtube какая-то альтернатива в жизни я уже говорил об этом всегда существует выбор не хочешь есть макдональдс иди в бюрга кинг не хочешь ездить на мерседесе есть бмв соответственного качества не хочешь заказывать на amazon заказывай на алиэкспресс всегда есть альтернатива но почему-то именно в этом случае с этим youtube альтернативы нет все остальное что пытаются создать она не серьезная не разрекламированная никто этим на самом деле не занимается все прутся в youtube и считают что это вот единственная площадка где могут люди поделиться информации я считаю что это неправильно вот если бы была создана альтернатива я думаю что youtube был поставлен бы в условия с немного большим вниманием обращаться со своими блогерами по крайней мере уделять время и объяснять что ты делаешь не так люди не придурки и не обезьяны даже обезьяна учатся если ты говоришь о том что ты делаешь что-то не так человек исправится в следующий раз если он хочет здесь работать дальше если уже отношения такие работодатель и работа не знаю как это по-русски человек который берет работу да то значит должны быть какие-то права у обоих сторон здесь же получается у ютюба есть право делать с твоим контентом что они считают нужным не объясняя ничего при этом а у тебя никаких прав нет если ты нарушаешь какие-то условия тебя должны по условиям ну вообще с существующих отношений просто уволить она увольте человека скажите мы не хотим с тобой ничего общего иметь нет они говорят присутствуй работой конечно но только ты будешь у нас рабом вот и все сама вот эта идея о том что ты должен месяц ждать для того чтобы подать апелляцию а дальше бесконечное количество месяцев ждать рассмотрение этой твоей заявки это возмутительно это полнейший бардак и да я понимаю что блогеров очень много но почему-то твое видео они могут убрать сразу в течение нескольких часов а вот рассмотреть твою заявку или написать тебе несколько строчек что ты сделал не так они этого делать не могут и я считаю что это неправильно я слышал уже очень много возмущенных возгласов блогеров со всего мира которые поставлены в жесточайшие условия есть люди которые работают на youtube в течение семи десяти лет для них заработок на youtube их основной заработок то есть это их работа из люди кто профессионально это делают но представьте себе у человека семья он должен платить за аренду жилья а ему вдруг бац отключают монетизацию через месяц ты нам напишешь а может быть через полгода мы тебе вспомним как человек должен жить это не нормальные не нормативные отношения понимаете это все не отрегулировано дальше интересный момент нужно сказать что блоге работает без выходных и без отпусков он не имеет права позволить себе скажем на месяц исчезнуть вернее если ты это сделаешь и подумаешь ну хорошо наверное просмотре уменьшится я заслужил себе две или три недели отдыха пусть следующем месяце я получу не 500 например но скажем 300 я готов пойти на это ничего подобного через месяц ты получишь не 300 через месяц ты получишь 50 долларов в лучшем случае потому что они сразу замечают если ты не активен и сразу срезают тебе деньги не 20 процентов не 30 процентов а скорее 80 процентов я это заметил когда однажды в рождественскую неделю решил устроить себе две недели ну такого отпуска и ничего не делать мои доходы тогдашние упали сразу на ноль я подумал а как же живут блогеры у которых по 5 10 миллионов подписчиков они наверняка получают очень крупные суммы и если он вдруг решил сделать себе заслуженный отдых хотя бы две недели на следующий месяц он тоже получит ноль вот такая вот здесь политика поэтому александр торн дорогой ты еще только начал видимо сталкиваться с какими-то проблемами подожди у тебя все впереди а что касается нас всех остальных нам остается только вопиеть и надеяться что когда-нибудь появится альтернатива этому ресурсу которая учтет все ошибки который будет обращаться с блогерами как с людьми они как с рабами чут побери и будут иметь уважение к тому труду или к тому контенту которые люди создают они просто так одним нажатием кнопки убирают выбрасывают в мусорное ведро то на что человек возможно потратил несколько недель своего труда я считаю что правила на youtube конечно же должны быть никакой детской порнографии никакого насилия над животными или женщины ради бога никаких призывов терроризму никакого антисемитизма расизма я с этим полностью согласен но когда каналы прессуют без всякой на ту причины когда люди не матерятся не распространяют никаких насильственных сцен они просто высказывают свое мнение и все равно попадает в эту репрессивную машину и выхода у нас до тех пор пока нет никакой альтернативы youtube нет мы должны принимать все как есть создавая резонанс не создавая резонанс пусть 20 блогеров за тебя впишутся допустим на это плевать вот это тот вывод которому я пришел и всего доброго извиняюсь за эмоции я думаю что канал торн это далеко не последний канал который будет абсолютно несправедливо подвергаться репрессиям на этом ресурсе увы